Приветствую вас. На несколько моментов хотел бы обратить Игорь ваше внимание. Первый момент, он такой чисто может быть физиологический, то что у каждого человека есть свой темперамент, и у каждого человека есть свои потребности, и есть люди, которые, ну, просто вот в силу физиологии не могут без секса, и это является их особенностью. Вот. Такое может быть. Соответственно, муж, и вы, и окружающие вас, близкие люди, и дать его друзей, вот, ну, может быть, кого-то из родственников, вот, должны об этом знать. И должны иметь в виду, что у вас есть такая вот особенность, что эта особенность, она может влиять на ваше поведение, при этом никак не затрагивая чувственную историю, никак не затрагивая того, что касается эмоций, и того, что касается ценностей, да, как бы, то есть, это вот такой, такой момент. Дальше. У меня есть ощущение, что вам хочется, но вы же, ну, вы будете чувствовать себя виноватой, если это сделаете. И вам нужно разрешение, вам нужно убедить себя в том, что, ну, ничего плохого в том, что вы хотите, нет. И здесь есть одна ловушка. Дело в том, что такая модель поведения, вот та модель их поведения, которую вы используете, а именно, что я сейчас приду и спрошу у психологов, как бы, вот, как мне в этой ситуации поступить и что мне делать с этим, да? Вот. Они мне либо запретила, либо разрешала. Но я что-то в глубине души уже решила. То есть в глубине души вы уже приняли решение, вы уже знаете, как вы будете поступать. Вам просто нужна обратная связь. Ведь большинство людей спрашивают советы только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, как-то вот, ну, свое решение. И все. То есть, причем, на опровергение решения, люди реагируют, как правило, агрессивно. Не в том смысле, что начинают злиться, там, кричать и, там, как-то унижать того, кто дал, в кавычках, не тот совет, а агрессировать именно в плане того, что обесценивать. Иногда даже, ну, про себя это обесценивано происходит, когда, ну, просто вот так. Думаю, эм, как бы дала советы, эм, ну, дело очень неблагоданное, мне бы не хотелось. Но, повторюсь, эм, дело немножечко не в этом, не в том, что вам делать, а в том, что вы можете почувствовать себя виноватой, эм, если примете, примете какое-то решение, именно виноватой. То есть, эм, возникнет конфликт. Эм, и вот этот конфликт, он очень важен. Потому что здесь может быть, эм, много, эм, ну, несколько, эм, таких, эм, основных тенденций, да? Вот. Эм, которые могут вызывать чувство вины. Эм, но, повторюсь, именно, эм, именно то, что вы будете хуже себя чувствовать, если примете решение по поводу того, что, что вам хочется, вот именно то, что вы будете хуже себя, эм, чувствовать. То есть, является тем, на что, эм, как бы, нужно обратить ваше внимание. Потому что, эээ, в этом моменте вы, эээ, как бы расщепляетесь, да? Вы уходите, эээ, выходите из ээээ, чувствования, эээ, понимания себя, да? Вы выходите из, ээээ, отслеживания и, по сути, начинаете такую вот, эээ, совершенно, на самом деле, бессмысленную, бессмысленную борьбу, ээээ, с собой. Вот, хотя, сам, как бы, этой борьбы есть, эээ, свои нюансы, свои основания, ээээ, своя роль, своя функция, вот. Ээээм, то есть условно говоря, вот давайте, ээээ, самый такой банальный вариант представим. Ээээ, мужа рядом нет, вам хочется секса, хочется страсти и прелюдии, в основном. Ээээ, значит, но это, как бы, поведение, которое, грубо говоря, эээм, является социально неодобряемым, да? Вот, и является социально порицаемым. Ээээ, плюс, вероятно, это, как-то, вот, противоречит вашим ценностям, которые у вас есть. Эээ, и плюс, вероятно, это разрушает некий ваш образ, который у вас также есть. То есть, вот, я, ээээ, там, грубо говоря, ну, я не знаю, ээээ, Светлана, да, вот пусть будет Светлана. Вот я, ээээ, Светлана, там, там, Светлана Юрьевна, ээээ, к примеру, да, вот я такая, вот. И, ээээ, если я поступлю вот так, вот, то мой образ будет разрушен, я перестану быть вот такой, какой я хочу казаться. Ээээ, вот, для других людей и для себя. Да. И, эээээ, как бы на всё здесь нужно обратить внимание, это на то, что вы не совсем честны с собой. На всё здесь нужно обратить внимание, это на то, что, ээээ, то, что сейчас происходит, Это, ну, в какой-то степени, да, напоминает компенсацию. То есть я от чего-то себя сдерживаю, я от чего-то себе не даю, я где-то себя зажала, вот, где-то я, ну, обманула себя, именно себя, не других, не других. Обман, все других, это следствие, но не первопричина, вот. И теперь я начинаюсь вот в такой компенсации, которая, соответственно, по своей плате является достаточно большой, иначе бы я не испытывала такие противоречивые чувства. И смотреть здесь нужно немножечко вглубь, да, вглубь. Ну, например, это просто вот один из примеров, да, ни в коем случае не относящийся к вам, ни в коем случае не являющийся, я надеюсь, вы понимаете, инструкцией к действию. Вот, это просто иллюстрация того, что я хочу сказать. Вот, условно говоря, вы выходите замуж, значит, за своего мужа, на всякий случай, пусть это будет Сергей, Сергей. Вот, за Сергея вы выходите замуж, значит, и, значит, Сергей, вы какое-то время живете. Вас Сергей полностью устраивает во всем, вам все нравится, все замечательно, вот. Но, как бы, происходит так, что, значит, Сергей работает на определенной работе, которая подразумевает с его длительной и достаточной командировки. Я вот не уверен, что вы не знали, что Сергей, грубо говоря, может уехать на такое время. Я не уверен, что вы не знали. Скорее всего, вы знали, вы знали. Скорее всего, такая вероятность была. И, скорее всего, как бы, эта вероятность, эта мысль, что это все будет, если вот он уедет на месяц, на месяц. Надо себя глянуть. Надеюсь, что этого не произойдет. Вот это то, что можно назвать, такой, вы знаете, психологической халатностью, психологической небрежностью по отношению к себе. Что, кстати, весьма серьезно, если это распространяется на все сферы вашей жизни. Скорее всего, так оно и есть. Что вот подобное небрежность, подобное пренебрежение, оно распространяется на все. Потому что так не бывает, что только в одну сферу. Так не бывает. Точнее, конечно, бывает, но достаточно редко. Ну, может быть, не на все сферы, но на какие-то вот сферы еще распространяются. Но, как правило, на все. Просто это может быть незаметно, но... То есть, тут вот так случилось, что тут вы заметили, а в других сферах незаметно. Потому что вы научились компенсировать это пренебрежение. Пренебрежение. Здесь вот у вас не получилось, что вы заметили и оказались в проблеме. А в других сферах вы, как бы, не замечаете, потому что компенсация идет. И проблема вроде как не чувствуется, но она есть. Вот. Значит, это пренебрежение и пренебрежение. И вот как раз-таки, как раз-таки, те мысли, чувства, которые мотивировали вас отгонять вот эту вот вероятность того, что муж может уехать на месяц, вам нужны следующие опыты. Потому что... Еще на стадии, когда вы только встречались, не выходили замуж, или когда вы уже были замужем, но муж ваш собирался устроиться на вот такую работу, вы бы ему сказали бы, «Дорогой, слушай, у меня вот есть такая особенность, да, что мне очень тяжело без тебя. Мне очень тяжело физически. Без тебя мне, как бы, условно говоря, мне нужен секс. Если ты выдаешься на облогу, то, ну, я... Мне будет очень плохо, и соответственно, для меня это проблема. Повторюсь, для меня это проблема. Для кого-то это, может быть, не проблема, но для вас это проблема, вот, и, как бы, для меня это проблема, говорите вы, и, соответственно, давай обсудим, как это можно решить, да, то есть я не хочу тебя изменять, я тебя люблю, но это проблема, это проблема, вот. И уже какие-то варианты могут быть, понимаете? Но этого ничего не было. Скорее всего, Светлана Юрьевна не может так сказать. Я не удивлюсь, я, конечно, могу ошибаться, но я не удивлюсь, если Сергей не знает о том, что вы не можете долгое время обходиться без секса. Потому что это, ну, как-то вот негативно, это постыдно, это аморально, это ужасно и так далее. Может быть, Сергей знает, может быть, Сергей знает, но не придает этому такого значения, как вы. Недаром говорят, что полупрада хуже лжи. Это, конечно, достаточно такой стереотип, потому что полупрада бывает разная, как и ложь, и они, в принципе, равноценны, потому что это разновидность искажения просто реальности. И то, что человек думает, что правда, и полупрада, и ложь. Зачастую в лжи-то правду больше, чем в правде, потому что правда это то, что социально приемлемо, а ложь, это то, что все-таки больше связано с креативом человека, а там порой больше искренности, чем в так называемой правде. Вот. И понимаете, какая штука? Вы обесценили какую-то свою подрывность, вы постыдились этой подрывности, и теперь вам плохо. Повторюсь, нужно увидеть, научиться отслеживать, когда и почему я пренебрегаю каким-то своим желанием, когда и почему я этого стыжусь, где я себя обманываю, и, соответственно, обманываю других людей. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в следующем. Небольшой такой дисклеймер, небольшое предупреждение, я ни в коем случае не хочу вас каким-либо словом, действием дискредитировать и показать, что как бы хочу вас поменять, переделать и прочее. мне показалось, что ваша потребность в флирте и потребность в прелюдии это история про духовную потребность. Это история про потребность быть женщиной. Это история про то, что когда вы находитесь без Сергея, у вас нет возможности реализовывать гендерное поведение свое. Не имея возможности реализовывать свое гендерное поведение, вы начинаете вероятно тревожиться, вы начинаете вероятно переставать себя чувствовать желанной, важной и так далее, что в свою очередь приводит к тому, что вы представите ощущать себя живуюсь наполнил. И флирт, прелюдия вам дает ощущение чего? Что вы интересны, что вы желанны, что вы привлекательны, что вам хотят. Я могу ошибаться и наверное в какой-то степени я ошибаюсь, но мне кажется, что именно о физическом удовлетворении потребностей здесь речь идет в третью или в четвертую очередь. Это здесь не главное. А главным является то, на что я обратил вашу внимание. и мне кажется, что это связано с тем, вот это вот потребность, наличие потребности такой связано с тем, что вы используете только один источник, того, что вас наполняет жизненной энергией. Тогда как источников вообще больше. Просто вы их не видите, просто вы их не замечаете. Либо когда-то вот именно то, о чем вы пишете было под запретом. И именно запрет, наличие запрета сделал это сверх ценным для вас. Ну, то, что стало для вас сверх ценным, не означает, что это стало для вас сверх ресурсным. И, понимаете, нет ничего дурного в том, чтобы хотеть того, что хотите вы. Но, я бы сказал, что опасность для вас заключается в том, что вы зависимы от одного источника вдохновения, от одного источника возможности быть живой. И вот это, мне кажется, может быть проблемой. Вот это, мне кажется, может быть сложностью. И мне кажется, что если у вас будет выбор, если вы поищите в себе что-то, что могло бы вам вот, вот вы говорите, что я люблю, когда на меня внимание, у меня желание слостовать, вот это вот потребность во внимании, да, вот, чтобы вы не были зависимы только от одного способа получить внимания, чтобы поискать в себе другие источники, не исключая этот, не обесценивая этот способ, надо искать другие, чтобы вы не были зависимы, чтобы вся ваша мотивация, вся ваша энергия не устремлялась бы к вот этому только, чтобы было что-то еще, помимо, и вот, тогда, мне кажется, ситуация могла бы пойти на позитивный исход, потому что вы могли бы более естественно выбирать, более естественным образом выбирать, более тонко соответствует своими ценностями, вот, и вероятно? вероятно. Это дало бы вам возможность меньше чувствовать или не чувствовать вообще вину, проблемы и так далее. Вот такой ответ я могу вам дать с точки с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. То есть я здесь вот постарался раскрыть некоторые детали, которые мне кажутся важны. на этом все. Желаю вам всего самого доброго. Буду надеяться на обратную связь и надеюсь, что вы найдете возможность лучше разобраться с себя. отлично. Спасибо.